Вандомская площадь застроена в конце правления Людовика XIV на месте владений герцога Вандомского, сына Генриха IV. Проект был разработан известным зодчим Жюлем Адроян Мансаром и предусматривал классическую схему Королевской площади – нарядные особняки, образующие замкнутый прямоугольник, и конная статуя монарха в центре. Сначала была установлена статуя короля, затем приступили к строительству зданий. Однако очень скоро Королевская казна иссякла, и архитектору пришлось проявлять изобретательность, чтобы спасти идею проекта. Мансар срезал углы площади и придумал экономичную форму чердачного этажа в виде помещений с косым потолком. С тех пор они называются мансардами. В самом начале революции бронзовая статуя короля была сброшена с пьедестала и, как водится, переплавлена. При Наполеоне I на том же пьедестале была установлена «Аустралийская колонна», позднее переименованная в Вандомскую. Владельцами особняков на Королевской площади были в основном финансовые контролеры, банкиры и ювелиры. В 70-х годах XVIII века владельцем особняка номер 12 был казначей морского флота барон Бадар де Санджам, тот самый, что заплатил ювелирам 800 тысяч за изготовление знаменитого ожерелья королевы Марии Антуанетты. С 1839 по 1849 год здесь находилась резиденция русского посла. В 1849 году в течение четырех месяцев в особняке жил Фредерик Шопен, здесь же он и скончался 17 октября того же года. С 1907 года особняк принадлежит династии ювелиров Шоме. Один из них изготовил в свое время шпагу, императорскую корону и меч для Наполеона. В особняке номер 13 в период Второй империи находилось Министерство юстиции. В 1795 году на фасаде здания был укреплен мраморный метр-эталон с тем, чтобы парижане привыкли к новой мере длины. В западной части площади в доме под номером 15 находится основанный в 1898 году Цезарем Ритцем роскошный отель Ритц. В числе его постояльцев были американский писатель Скотт Фиджеральд, Чарли Чаплин и Марсель Пруст. Последние 37 лет своей жизни в Ритце прожила Коко Шанель. С августа 1997 года отель навсегда связан с именем принцессы Дианы, поскольку волею судеб именно он оказался ее последним пристанищем. В особняке номер 16 жил Франц Антон Мессмер, австрийский лекарь, прославившийся своей теорией и практикой животного магнетизма. В конце 18 века весь Париж стремился попасть на его сеансы лечения нервных болезней магнитными флюидами. Это позволило Мессмеру нажить огромное состояние. Войдя во вкус, знахарь потребовал от французского государства замок и крупную денежную сумму. По этому поводу была создана правительственная комиссия, установившая, что знаменитый целитель всего лишь ловкий мошенник. В результате Мессмеру пришлось спешно переехать в Англию. Особняки номер 17 и номер 19 в 18 веке принадлежали семейству банкиров Кроза. Пьер Кроза и его племянник Луи Антуан собрали богатейшую коллекцию западноевропейской живописи. По совету Дени Дидро русская императрица Екатерина II приобрела эту коллекцию. С тех пор полотна Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и Тициана из парижского особняка Кроза украшают залы Петербургского Эрмитажа. В наши дни площадь ассоциируется скорее с витринами ювелирных магазинов, бутиков и штаб-квартирой Шанель.